Футбольный клуб Муром откроет весенний сезон турниром на Кубок Героя Советского Союза Николая Гастелло. По инициативе главы округа спортивная традиция была возрождена в прошлом году после 15-летнего перерыва. В преддверии 71-й годовщины Великой Победы он вновь соберет на Муромской арене самые сильные команды. Как все начиналось в сюжете. Капитана Казанки знал каждый мальчишка в городе. Именно по инициативе Николая Гастелло в 1924 году была создана футбольная команда. А в 1927 ей было предоставлено право играть с рабочими железнодорожниками из Швейцарии. Игра закончилась победой муромских футболистов. Большое спортивное событие в Муроме помнят и по сей день. Команда Казанки была очень сильна. И когда приехали к нам в город швейцарцы, то не было вопроса, со швейцарцами играла команда Николая Гастелло. В первом тайме Николай Францевич не играл, потому что у него болела нога. Но он очень внимательно наблюдал, как играет команда соперников. Во втором тайме он вышел и с его подачи был забит решающий гол. Команда Казанки выиграла со счетом 2-1 в пользу муромцев. В памяти Николая Гастелло, жившим и работавшим в Муроме, хранится бережно. Памятник, школа, улица, носящие имя герои, а теперь и футбольный кубок. В прошлом году Евгений Рычков подписал постановление о возрождении легендарного футбольного турнира. После 15-летнего перерыва инициатива главы округа стала не только подарком к 70-летию Великой Победы, но и добавила плюсов в общее дело продвижения футбола в регионе. Я благодарен всем командам, вам, дорогие друзья, ковровчане, вам, дорогие земляки, и командам Нижнего Новгорода Владимира, за то, что вы сегодня на этой арене сойдетесь в спортивных баталиях в честь нашего славного земляка. В ближайшие выходные в парке 50-летия советской власти вновь состоится кубок памяти Николая Гастелло. На футбольном поле встретятся лучшие команды Владимирской области. Будут принимать участие ФК Муром, наша команда, победитель чемпионата области, команда ВНИШ, город Владимир. Также будет участвовать эта команда Ковровец, город Ковров. И будет гость с Нижнего Новгорода, команда Олимпийц. 23-го числа в 13.00 команда ФК Муром встречается с командой Олимпийц, а в 15.00 встречается команда ВНИШ и Ковровец. Впереди у муромских любителей футбола 4 незабываемых полных спортивного азарта игры в субботу и воскресенье в 13.15 часов. Поддержите Муром, приходите на трибуны. Елена Петрова, Александр Симонов, Новости, Муром.